Ловкость рук и никакого мошенничества. Так можно описать работу юного иллюзиониста Исляма Виджата. Ему 10, он простой школьник из Симферополя, но вот увлечение выбрал необычное. Фокусы. Задача волшебника – увлечь людей и сделать так, чтобы публика получила эстетическое удовольствие. Объясняет, что видеть восторг в пытливых глазах зрителя ему по душе. Ислям участвует во многих конкурсах со своими программами и занимает призовые места. Уже сейчас он выполняет интересные трюки. Самый трудный фокус – это для меня волшебная колба. Фокусы – только хобби для Исляма. Своё будущее он видит в музыке. Планы грандиозные – прославить крымско-татарскую мелодию на весь мир. Дудук, зурна, хавал – и это не весь перечень музыкальных инструментов, которые уже освоил Ислям. Ну а больше всего душа лежит к кларнету, признаётся юный виртуоз. С ним и связана мечта мальчика. Мне нравится кларнет. Он красиво звучит. Моя мечта – быть музыкантом и объехать весь мир с кларнетом. Композицию мисс Хор Хозе Ислям готовит для грядущего фестиваля крымско-татарской музыки в Феодосии. Успевать в учёбе во множестве увлечений мальчику помогает дружная семья. Родители рады видеть в ребёнке развитие и желание познавать что-то новое. Заниматься Ислямой не заставляют. Он и сам проявляет инициативу, рассказала нам мама Нияра Виджат. Также она поделилась простым секретом крепкой и активной семьи. Это благодаря нашему бабашке, моему мужу Исмаилу, который сказал Нияра, всю любовь даём детям, вкладываем детей, потому что это наше будущее, это наше всё. В будущем Ислям планируют посетить детское телевизионное шоу талантов лучше всех. Программа выступления пока остаётся тайной за семью с замками. Неизвестно, покажет он зрителям фокусы или сыграет на одном из инструментов. Однако юный талант обещает подарить море эмоций и впечатлений. Эльмас Аблакимова, Асан Зивадинов, телеканал Милет.